привет ребят давно с вами не виделись у нас наконец-то появилась хорошая тема для видоса и мы поговорим про броню и вента солнцестояние перед этим несколько дисклеймеров дисклеймер первый в этом видосе я не буду рассказывать про то как именно вам нужно прокачивать и фармить броню с помощью щепок и тому подобное думаю в этом сами прекрасно знаете на ютубе есть куча видосов это вы сделаете без меня дисклеймер 2 а если вы в игру играете как лютый задрот и вы способны закрываете мастер каятель сто раз в день то думаю что этот видос и броня совета вас особо не интересует и дисклеймер 3 если вы играете в игру крайне казуально и вам играть тупо низким особенно в game активности то этот ивент ваша золотая жила потому что здесь падают хорошие шмотки и вы себе можете собрать легко две сотки и даже приблизиться к третьей сотке если ее не собрать в целом как-то вот так я ожидаю комментарии что но вообще-то гораздо проще выбить 4 шмотки на плюс 30 последнюю шмотку такую-то и добить с помощью модов и фрагментов я это ребята знаю поверьте в этом плохо с броней и кому тупо не с кем играть или тяжело играть в game контент давайте приступим перед тем как я поговорю про что нужно делать с броней давайте я упомяну основные механики брони у нашей брони легендарной есть шесть показателей это мобильность стойкость восстановление дисциплина интеллект и сила когда вы себе выбиваете шмотку легендарную то вам в родомном количестве падают эти статы в каждый показатель вот эти все показатели складываются в общую сумму total и вот этот общий total максимальный у легендарок это 68 то есть в сумме все статы могут упасть максимум 68 в это же время у нас эти статы делятся на две категории категория первая это мобильность стойкость и восстановление то есть это три верхние статы и вторая категория это дисциплина интеллект и сила это три нижние статы вот эти категории по отдельности могут получить максимальный total 34 в сумме то есть там мобилосукость рекавери сумме могут упасть максимум 34 как у этой шмотки у шмоток также есть спайки спайки это когда вам упали какие-то статы в большем количестве чем другие статы вот допустим эти руки на хантера тут у нас есть спайк в силу плюс 22 и спайк в стойкость и вот эти самые жирные спайки всегда падают ну как они могут упасть только в разных категориях то есть допустим мобильность интеллект или например рекавери и дисциплина упасть вот эти спайки в одной категории не могут то есть вы там себе не сможете выбить допустим 30 стойкости и 30 рекавери по крайней мере сейчас работает именно так возможно будущем банджи поменяет но это не точно кто его знает так чем же у нас хорош этим этот ивент он хорош тем что вы можете при прокачке брони выбирать себе фокусировку на какую-либо стату на показатель плюс 20 как минимум вот когда вы вот здесь прокачиваете вашу броню с помощью праха у вас в конце появляется опция на фокусировку на плюс 20 мобила стойкость и вот это вот все и вот эти моды в броне да то есть улучшение работать вместе с модом нашем призраке у призраков есть мод который в большинстве случаев он не всегда работает гарантирует вам плюс 10 в какую-либо стату и вот эти моды работают вместе при этом вы не сможете поставить мод на стойкость вот здесь и допустим фокусировку на стойкость вот здесь они работать не будут но вы сможете себе гарантировать хорошие статы в одной категории с выходом этого сезона у нас в игре в пве внезапно заиграла стойкость и многие игроки особенно хантеры столкнулись с проблемой что у них нет шмоток на стойкость у многих хантеров есть шмотки на мобильности силу допустим на рекавери на дисциплину на мобилу и на дисциплину но со стойкостью у всех проблемы и вот этот ивент позволяет вам на примере вот этих рук поставить фокусировку допустим на стойкость да ведь у меня есть надпись парков ресиленс потому что у меня была фокусировка на стойкость и параллельно поставить мод на призрака вот здесь который вам гарантирует параллельно со стойкостью очень плохо мобильности например в одной категории и когда вы эти моды ставите то вы всегда выбиваете плюс 20 то что вы зафокусировали с помощью шмотки и плюс 12 того что у вас стояла в призраке и вам всегда в какой-то категории падает максимальный total мобила 12 стойкость 20 рекавери 2 в сумме это 304 это максимальный total верхней категории и по этой причине ваши шансы получить спайк в нижней категории будет гораздо выше при этом вам конечно может упасть хуйня будут меня допустим целом вот на стойкость в призраке был мод на рекавери а в нищей категории упала полная хрень здесь тоже самое а вот эти руки хантера мне дали то что мне нужно не дала я получил и мобильность и стойкость и силу вот с помощью такой фокусировки вы себе можете легко собрать как минимум один одну стату на 100 единиц без использования модов брони допустим сила вы не соберете две сотки одной категории мобила и стойкость да и и нужно будет добить с помощью модов и порой даже фрагментов давайте про это сейчас поговорим отдельно допустим я себе на титана решил собрать билд в котором будет 100 стойкости 100 рекавери и 100 дисциплины или допустим меня интересует чтобы у меня было точно 100 рекавери было точно 100 дисциплины и было как можно больше стойкости во-первых сначала мы себе должны собрать первую сотку в нижней категории допустим меня интересует дисциплина чтобы вы себе собрали 100 дисциплины без каких-либо модов брони и фрагментов вам нужно выбить две шмотки дисциплины 22 и 2 шмотки дисциплины 23 почему потому что простая математика 22 22 равно 44 плюс 23 равно 67 плюс 23 равно 90 вот мы себе выбили 4 шмотки допустим да у всех будет 12 стойкости 20 рекавери и дисциплина 20 22 и 23 23 вот наш общий тотал этих шмоток нас мобильности 8 стойкости 48 рекавери 80 дисциплина 90 интеллекта и силы по 8 мы делаем мастер-ворк и мы получаем в итоге дисциплина у нас будет соточка рекавери будет 90 стойкости будет 58 заебись теперь мы ставим моды нашей брони поставили мод на рекавери один получили река рекавери 100 все у нас есть две сотки это заебись поставили 3 мода на стойкость на плюс 10 и посыли на 5 получили стойкости в 83 что принципе неплохо на варлока это будет очень заебись и это без использования фрагментов теперь допустим мы используем титана стадисного мы поставили фрагмент шопот осколков которым дает плюс 10 к стойкости поставили шопот цепей которым дает плюс 10 к рекавери поставили 1 мод на стойкость на плюс 5 4 мода на стойкость на плюс 10 и мы получили три сотки все у нас есть билд в котором три сотки и вот таким образом вы себе можете на любом классе забрать хорошие статы вот допустим хантер мне нужны три сотки это мобила стойкость и сила я себе шмотки ставлю мод на стойкость в призрака я себе ставлю мод на мобильность и мне всегда будет падать мобила 12 стойкость 20 и силы 22 ну сила не всегда да но мобила и рисал и более всегда вот столько вам конечно может упасть полное говно но со временем вам будет хорошая шмотка. В дальнейшем, допустим, как на Титана мы поставим себе необходимые моды. У нас будет, допустим, силы здесь 100. Рейсала у нас будет тоже 100. Мобилы у нас будет, допустим, 58 с мастерворком. Можно поставить, допустим, друзей мод, чтобы у нас была сотка без использования фрагментов. И тогда у нас будет там 100 мобильности, 100 стойкости и 100 силы. Просто как пример. И тут, ребята, все на ваше усмотрение. Именно по статам что выбивать. Но самое главное это ставьте фокусировки в одну категорию. Да, конечно, можно поставить, допустим, фокусировку шмотки на стойкость, например, да? И вот здесь мод на дисциплину. Но в таком случае гораздо проще фокусировать теневые энграмы или фармить данжи. Этот ивент имеет плюс в том, что можно фокусировать две статы в одной категории. И этим нужно пользоваться. Как это, ребята, вот так. Вот такой видос. Ивент в целом неплохой. Но могло быть и лучше. Но в плане фарма брони это очень, сука, заебись. Вам понадобятся все еще моды брони. Вот эти вот статы, да? Вот эти вот. Вам понадобятся фрагменты. Но это охуенный способ себе пофармить хорошие шмотки. Выбейте себе кучу шмоток с разными статами. Там, допустим, обила стойкости дисциплина. Там стойкость рекавери дисциплина. И там засути все в свое хранилище. И потом через армор пикер себе собирайте разные билды. Как-то, ребятки, вот так. Пока-сики. Бай. Субтитры сделал DimaTorzok